Слова, скажите это, наполненные верой слова, доминируют над законами смерти. Итак, мы только что увидели закон греха и смерти. Там, под законом греха и смерти, вы не найдете исцеления. Но вы найдете это под законом духа жизни во Христе Иисусе. Закон духа жизни во Христе Иисусе или в его помазании освободил нас от закона греха и смерти. Наполненные верой слова доминируют над законами греха и смерти. Запишите это. Я дам вам шаги, как доминировать, господствовать над законами смерти. Наполненными верой словами. Они простые, но все они являются частью работы этого закона. Номер один. Знайте точно, какие у вас нужды. Перестаньте теряться в догадках по этому поводу. Как вы будете это делать? Молитесь. Есть краткосрочные нужды, есть долгосрочные нужды. Но уделите время тому, чтобы провести его с Богом. Уделите время тому, чтобы просто успокоиться и послушать Бога. Вам нужно поставить себя в молитве в такое положение, когда вы возлагаете все свои заботы на Бога в отношении ваших долгосрочных нужд. Возложите заботу о них на Бога. Если у вас есть маленькие дети, не начинайте суетиться и беспокоиться сейчас о том, что они будут делать в колледже. Вашему ребенку всего 4 года. И вы беспокоитесь о колледже. Ну, брат Копланд, это так дорого. Откуда вы знаете? Пройдет еще 14 лет, прежде чем он будет готов в него поступать. Вы не знаете. Может, через 14 лет вообще колледжа не будет. Обратитесь к Слову Божьему и отдайте свое будущее в руки Иисуса. И слушайте его. Он может повести вас начать сеять определенные семена в определенные места, приготавливая вас к этому времени. Если нет, не обращайте на это никакого внимания. И я знаю, что я не даю страховым агентам ничего на мне заработать. Но если это ваша работа, и вам нужно заключать с людьми страховые договоры, тогда молитесь Духе Святом, и Господь покажет вам, с кем и как их заключать. Потому что есть много людей, которые не знают Бога, и не будут знать Бога. И они очень в вас нуждаются, мистер страховой агент. Более того, вы должны завоевывать их. Вы должны завоевывать их для Иисуса, идя к ним в любом случае. Хорошо, номер два. Анализируйте свои желания. Я не сказал избавьтесь от них. Я не сказал избавьтесь. Ну, знаете, брат Копланд, Бог восполняет только наши нужды. Он не восполняет наши желания. Это неправда. Вы когда-нибудь слышали некоторые другие переводы 22-го псалма? Господь, пастырь мой, я не буду хотеть. Слово Божие говорит в 1-м послании к Тимофею 6-17, «Он дает нам все для наслаждения». Аллилуйя. Итак, анализируйте свои желания. Не пытайтесь оправдывать их и не обкрадывайте себя. Будьте честными. Только лишь потому, что это что-то, чем вы будете наслаждаться, еще не делает это автоматически чем-то негодным. В моей жизни есть некоторые вещи, многие вещи. Они не имеют никакой ценности за исключением того, что я ими наслаждаюсь. Я ими наслаждаюсь. Бог ими наслаждается. Они не являются чем-то незаконным, безнравственным, и большинство из них не ведет к набору лишнего веса. Понимаете? В моей жизни нет ничего, чем я не мог бы наслаждаться и воздавать Богу славу за наслаждение этим. Если это что-то, за что мне должно быть стыдно перед ним, пусть оно убирается вон. Аминь. Мне нравится пилотировать самолеты. Мне нравится летать. Когда я куда-то направляюсь, и мне нравится пилотировать самолеты, когда я никуда не направляюсь. Мне нравится подниматься в небо и летать кругами. Мне нравится пилотировать самолеты. Мне просто нравится летать, летать, летать. Я люблю летать. Если я не буду внимателен, я так увлекусь своими полетами, что у меня не будет времени заниматься чем-либо другим. Поэтому вам нужно быть внимательными, чтобы ставить это на свое место. За последние 30 лет мне неоднократно приходилось приходить к Богу и говорить, «Я не позволю этому встать между тобой и мной. Если это встанет между нами, я сразу же брошу это». И Бог всегда благословлял меня этим. И если нужно было, отдергивал меня, возвращал это на свое место, расставляя правильные приоритеты. Если я буду проводить все свое время, читая летные журналы, только это и будет меня интересовать. Так не пойдет, друзья. Вам придется проводить время в Слове Божьем. Но Бог благословил меня авиацией и позволил мне наслаждаться этим на протяжении всех этих лет. Джон, мой сын, тоже пилот. Нам нравится летать вместе. Мой внук тоже вскоре к нам присоединится. Он сейчас проходит обучение и вскоре получит свое разрешение на пилотирование самолетом. Мы наслаждаемся этим. Мы отлично проводим время за этим. Это радость от Господа. Это хорошая вещь. И мне нравятся машины. Я наслаждаюсь машинами. И Глория многие годы говорила это про меня. Если это машина, и она действительно скоростная, не имеет значения, что это за машина. Единственная машина, которая мне не нравится, это газонокосилка. Я их ненавижу. Я ее не хочу, у меня ее нет. Она слишком медленно ездит. Итак, вы должны анализировать свои желания. Анализировать их честно. Я должен быть честным с самим собой. Я не могу просто оправдывать что-то. Ну, я знаю, мы могли бы найти этому хорошее применение. Я скажу вам, зачем мне это нужно. И затем придумывать какую-то глупую ложь, которая не будет работать. Ложь не работает. С другой стороны, это не дисквалифицирует это только лишь потому, что это что-то, что вы хотели бы иметь. Буквально несколько дней назад стало доступно кое-что, чего мне хотелось не один год. И я говорил это уже давно, не зная сколько раз. У меня будет такое. И каждый раз, когда я это говорил, я думал, «Я имею то, что говорю. И во имя Иисуса из Назарета. У меня будет такое». Я увидел однажды его фотографии, и я сказал, «О, у меня будет такое». И скажу вам, это желание настолько сильно поднялось во мне, а потом я сильно на этом обжегся. Я двигался к этому. «У меня будет такое». Я сказал об этом Глория. Я сказал, «У меня будет такое». Так что можешь собраться с духом, потому что я намерен это сделать. И она посмотрела вот так на меня. Но я сказал, «Ты можешь смотреть как хочешь, я собираюсь приобрести себе это». И я не часто это делаю, но когда оно заходит так далеко, просто приготовьтесь, построите еще один ангар, потому что у нас будет такой. И я сказал ей, «У нас будет такое». И я пошел дальше. Я позвонил тому человеку и поговорил с ним. Все звучало очень даже неплохо. «И у меня есть деньги, чтобы это сделать». Я думал. Да? Нет, нет, я знаю. Ничего не говори. Я знаю, я знаю. Она сказала, «Я ничего не говорю». Но я прекрасно знаю, что у меня есть деньги, чтобы это сделать. Я положил трубку. Я разговаривал с тем человеком, и я подумал. «У вас когда-либо возникала такая мысль? «О, мне не хочется спрашивать об этом Бога». Вы уже знаете внутри себя. Вы прекрасно. Знаете, что вам незачем с этим связываться. Я подумал, «Ну, я дал слово». Понимаете? Я же дал слово. Господь? Во имя Иисуса. «Если это неправильно, я не буду это делать». Я сказал, «Мне действительно этого хочется? Да, Господь. Ты знаешь, что я хочу это иметь». И в моей жизни были другие вещи, в отношении которых я чувствовал то же самое. Я говорил ему это. И он говорил, «Пусть оно будет на своем месте. Мне все равно». Да, да. Ну что ж, давай, вперед. Продолжай наслаждаться этим. Если эта вещь выходит за определенные рамки, посейте ее как семя. Избавьтесь от нее. Удалите ее из своей жизни. И я не сделал тогда и двух шагов от телефона, как «Оу». Внутри меня вот здесь была просто зона молчания. Просто мертва зона. Вы знаете, что я имею в виду под мертвой зоной? Да, вы знаете. Прямо вот здесь. В голове я по-прежнему чувствовал то же самое в отношении этого. Оно казалось мне таким же хорошим, как и раньше. Но вот здесь. Лучше оставь это в покое. Не стоит этого делать. И я не мог принять этого внимания и пойти и сделать это. Но я задолго до этого уже научился на своих ошибках. не пренебрегайте своим духом. Не пренебрегайте им. Не важно, кто этого хочет. Не важно, насколько хорошо это выглядит. Или не важно, кому вы сказали, что вы это сделаете. Если у вас внутри возникает такое, не пренебрегайте этим. Возможно, вы не сможете этого объяснить. Ну, я не понимаю, что... Не имеет значения, если вы не можете этого понять. Возложите заботу об этом на Бога и откажитесь от этого предприятия. И я не говорю о страхе. Если это приходит в форме страха, я скорее всего выберу это сделать. Я сделаю это, чтобы просто разгромить страх. Я отказываюсь от страха в своей жизни. Страх не от Бога. Иногда здесь требуется некоторая практика, чтобы узнать разницу между одним и вторым. Особенно, если у вас по-прежнему есть какой-то страх. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Если в вашей жизни есть какие-то вещи, которые по-прежнему мочают вас, возьмите за них и удалите их со своего пути, поскольку они будут мешать водительству, голосу Божьему, или свидетельству Божьему, или Духу Божьему, который ежедневно ведет вас и хранит вас от беды, поскольку вам нужно знать разницу между страхом и словом «стоп». Между страхом и словом «стоп». Понимаете? Не двигайтесь дальше в этом направлении. Возможно, это не несет в себе никакой опасности. Возможно, что это... Кто знает? Здесь может быть множество разных вариантов. Но не важно, что это. Если внутри вас есть вот это, что говорит «не делай этого», как сильно бы вашей плоти не хотелось этого сделать, сразу же отдерните ее. С другой стороны, может быть что-то, особенно в сфере финансовых инвестиций, подобного рода вещей, не бросайтесь, не ввязывайтесь во что-то только лишь потому, что оно выглядело очень даже неплохо. Уделите время тому, чтобы прийти перед Богом. И если кто-то говорит «тебе нужно поторопиться, тебе нужно это сделать», я уже сразу в этом не участвую. Если вы будете поторапливать меня и давить на меня, я не буду этого делать. Если вы проведете достаточно времени молять в духе, проведите достаточно времени, просто уединитесь где-то и успокойтесь в отношении этого. Уделите этому по крайней мере три дня. Послушайте Бога, узнайте. Перестаньте спрашивать других людей об этом. Каждый раз вы будете получать разный ответ. Спросите Бога. Он ваш Господь. Он ваш Спаситель. Пойдите и узнайте. Уделите этому время. И я могу вам обещать. Вы будете допускать какие-то ошибки. Но самой большой вашей ошибкой было то, что вы даже не попытались. Узнавайте, слушайте, ходите в том, что дал вам Бог, и Он будет давать вам какие-то вещи, показывать что-то. Он вытащит вас из вашей неразберихи и соединит вас с хорошими людьми. Хорошими людьми. Аминь. Глядя на кого ты сейчас, не особо это скажешь. Но кто знает, что Бог сделает с ним в последующие несколько лет. Понимаете? Следуйте за Богом. Слушайте Его. Анализируйте свои желания. Молитесь. Слушайте Бога. И вот, вы разобрались со своими нуждами, и вы разобрались со своими желаниями. Третье. Найдите в Слове Божьем места Писания, покрывающие эти нужды и желания. И пребывайте в этих местах Писания. Мы много говорили об этом на этой неделе. Стойте до тех пор, пока надежда и вера не скажут, совершилось. Мы ясно это видим. Пребывайте в Слове Божьем до тех пор, пока вы не будете ясно видеть Божьи направления внутри себя. До тех пор, пока вы не будете знать, что вы делаете. И следующее. Не ослабевайте в этом. Пребывайте в этих обетованиях Слова Божьего, которые покрывают эти нужды и желания. До тех пор, пока вы на самом деле. Не до тех пор, пока вы вроде бы, или пока вам будет казаться, что вы. Но пребывайте в них. Храните их у себя перед глазами. Вкладывайте их в свои уши, в свои уста и в свое сердце. В свои уста храните у себя перед глазами. Вкладывайте свои уши, в свои уста и в свое сердце. Пребывайте в этих местах Писания. В Слове Божьем до тех пор, пока вы на самом деле не будете поступать и говорить так, как будто это уже осуществилось. Один человек подарил однажды Джерри Савейлу двухмоторный самолет, и он был несколько шокирован тем, что Джерри начал прыгать, кричать, ликовать и бегать повсюду. И он спросил, «Почему? Эй, почему ты не пришел от этого в восторг?» Джерри ответил, «Я уже давно это сделал». Когда Бог сказал ему, что у него может быть такой самолет, и он посеял семя, и пребывал в Слове Божьем, пребывал в Слове Божьем, он пребывал в Слове Божьем в отношении этого самолета до тех пор, пока это не стало настолько реальным внутри него, что для него это уже произошло. И к тому времени, как это произошло, аллилуйя, он просто сел в него и полетел. Аминь. Именно такими вы и должны быть. Аллилуйя. И следующее. Не слушайте и не верьте ничему из видимого мира, из мира грез, естественного мира, церковного, религиозного мира. Или любого другого источника. Не слушайте и не верьте ничему, что против вас. Вашей победы, вашей веры и вашего Господа Иисуса, который избавил вас, и Его Слово, которое освободило вас от закона, греха и смерти. Вы можете любить их. Но не присоединяйтесь к тому, что будет ослаблять и разрушать ваше видение внутри вас. То, что Бог вложил в вас. Следующее. Прилагайте к вере вашей добродетель, нравственную силу, нравственную благость. Делайте то, что является правильным. Делайте это потому, что это правильно. Только лишь поэтому. Потому что Бог сказал это в Своем Слове. Делайте это и делайте это правильно. Делайте то, что является правильным. Делайте это потому, что это является правильно. И затем делайте это правильно. Мне нравится говорить это так. Делайте это правильно с самого начала. Вкладывайте какое-то качество в то, что вы делаете. Однажды я начал нервничать. Я сказал, Господь, я устал проводить эти собрания Я провожу собрания, и на протяжении двух-трех недель На них приходит 40-50 человек, я устал от этого И в тот вечер у меня на служении было 50 человек И я проповедовал так, как будто их там сидело 10 тысяч Но затем я вернулся в свой гостиничный номер, и я сказал, Господь, я устал от этого И Бог сказал, могу я задать тебе вопрос? Я ответил, конечно Он спросил, у тебя на служении было всего 50 человек, верно? Я ответил, да, верно Он спросил, ты не считаешь это большим количеством? Я ответил, честно говоря, я считаю это очень маленьким количеством Я действительно был расстроен Он сказал, мой вопрос в следующем Что если бы там сидело 50 губернаторов штатов? Это было бы большое количество? О да Если бы там сидело 50 губернаторов Соединенных Штатов Это был бы полный зал Не так ли? Почему? Благодаря тому, что они представляют Он спросил, что если бы там сидели Генеральные директора 50 компаний, возглавляющих список крупнейших по объемам продаж Американских корпораций или 50 крупнейших корпораций мира Ты посчитал бы это Маленьким количеством людей? Нет, это большое количество людей Большое И затем Бог сказал Я хочу, чтобы ты знал Он одернул меня Он сказал, я хочу, чтобы ты знал, Кеннет Копленд Я прислал мой выбор Я прислал на эти собрания людей Которые жаждут моего слова Я прислал туда людей, которые хотят знать, как ходить верой Я прислал туда людей, которые жаждут победы в своей жизни Которые готовы идти столько, сколько потребуется Поэтому, как ты смеешь говорить, что это маленькое количество людей? Оуу! У нас там сегодня собралось большое количество людей Слава! Время от времени Богу приходится исправлять это Делайте это правильно с самого начала Делайте это качественно Не обсчитывайся, чтобы сэкономить свои деньги Делайте это правильно Если у вас не было времени сделать это правильно в первый раз Когда у вас вообще будет время сделать это снова? Или исправить это? Поэтому прилагайте максимум усилий Итак, добродетель, сила, нравственная энергия В старом словаре Ноя Вебстера Не в новом Из которого какой-то неверующий выбросил все, написанное мистером Вебстером В словаре Ноя Вебстера за 1828 год Он говорится, что добродетель Означает отвагу и мужество И он ссылался на то же самое местописание С которого мы с вами сегодня начали во втором послании Петра Первой главе Где говорится Покажите вере вашей добродетель И он ссылался на слово добродетель в этом месте Писания Он поместил это местописание в свой словарь И сказал, что оно означает отвагу и мужество И нравственная благость Это образ жизни Вы исполняете моральный долг из искренней любви Божьей Никогда, никогда не ждите Пока что-то заставит вас делать то, что является правильным Делайте то, что является правильным С самого начала Помазание Божье Это то святое, что Он вам доверил Бог планирует, что вы будете его использовать Он планирует, что вы будете использовать свою веру У вас есть та же вера, которая была у Петра У вас есть та же вера, которая была у Иоанна Которая была у Павла У вас есть та же вера, которая есть у Иисуса Аллилуйя